На моем канале вышло достаточно видео с оценками событий и последних 7 месяцев и минувших 8 лет. Мы не только многократно разоблачали прямую ложь путинской пропаганды, но и пытались оценить все происходящее в соответствии с логикой самого Владимира Путина. Действительно ли он противодействует продвижению НАТО на восток? Правда ли его решения идут на пользу жителям Донбасса? Насколько он преуспел в демилитаризации Украины и в укреплении безопасности России? Но конкретно в этом видео я не буду пытаться изменить ваше мнение о так называемой специальной военной операции. Предположим, что по каким-то причинам вы решили воевать на этой войне. Ну или вам пришлось, не знаю, запудрились мозги телевизором или боитесь страшного полицейского. И вот вы едете в автобусе еще с несколькими десятками таких же бедолаг, как и вы, в сторону Белгорода. Совсем скоро вы окажетесь на украинской земле, куда Россия вторглась, и будете нести туда хаос и разрушения. Ну или будете быстро гибнуть и ничего туда не нести. Предположим, вам это каким-то образом подходит. Ну или, там, не знаю, не смогли вы уклониться. Верите вы, не знаю, в страшных нацистов, от которых надо спасать жителей Донбасса или нет. Но давайте сегодня разберемся, с кем рука об руку вы будете там воевать. Кто будут те люди, с которыми вы будете делить окоп? Есть хорошая поговорка. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. В 1942 году в Соединенных Штатах Америки стали печатать такой агитационный плакат с фотографией бравого советского солдата. На плакате было написано «Этот человек, твой друг». Вот давайте разберемся, кто же будут ваши друзья теперь. Вы наверняка не раз слышали о всевозможных добровольческих формированиях, которые воюют в Украине на стране российской армии. Но вдали от линии фронта мало кто разбирается, что за люди входят в это пестрое добровольческое движение. Но вам разобраться в этом необходимо, потому что вашими союзниками на поле боя могут оказаться совершенно неожиданные персонажи, с которыми, возможно, вы не хотели бы делить один окоп, а придется. Плечом к плечу с вами, например, может оказаться Имперский регион. Это боевое крыло радикальной черносотиной организации «Русское имперское движение». Союзники – они сомнительные. Да, с одной стороны, они очень рады получить государственные награды – ордена мужества и медали за отвагу. Но с другой стороны, они не признают законными современные государственные строи, и Российская Федерация отнюдь не лояльна. Своей целью они декларируют установление власти богоизбранного русского народа, чтобы это не значило. Политическое руководство России легионеры прямо обвиняют в предательстве. Но оказаться на передовой бок о бок с Имперским легионом – это еще не худший вариант. Возможно, вам придется полагаться на товарищескую поддержку от группировки «Русич», которую возглавляет российский неонацист Алексей Мельчаков. Всероссийская известность к Мельчакову пришла еще в 2012 году, когда он стал выкладывать в интернет видео, где убивал домашних животных. На одном из роликов он сначала отрезал голову живому щенку, а потом ее съел. Удивительно, но Алексей Мельчаков чем-то приглянулся российской власти. На этой фотографии он запечатлен с пророссийским главой Крыма Сергеем Аксеновым. В основном российские неонацисты сторонятся публичности и предпочитают находиться в подполье. Но не Мельчаков. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться националистом, патриотом, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Он и до войны никуда не прятался. При случае давал интервью, делился взглядами на жизнь. У Мельчакова, очевидно, есть своя охранная грамота от российской власти. И не только грамота, но и автоматы Калашникова. Ведь их просто так в военторге не купишь. На территории Украины группировка «Русич», которую Мельчаков гордо именует диверсионной штурмовой разведывательной группой, обладает полной свободой действий. Вот, кстати, командир «Русичей» появляется в кадре у военного корреспондента «Вестей» Александра Сладкова. «Русич» не только воюет на стороне российской армии, но и ведет социальные сети. Недавно, например, группа Мельчакова опубликовала подробную инструкцию, как нужно правильно истязать военнопленных. По мнению Мельчакова, после пыток украинских пленных нужно добивать и закапывать, а координаты захоронения за деньги продавать родственникам убитого. Ну, а если военнопленного все-таки нужно сдать для пополнения обменного фонда, то Мельчаков рекомендует выстрелить ему перед этим в печень или в пах. Тогда, типа, ты отдашь человека еще живым, но позже он истечет кровью в госпитале. Так прямо и написано в инструкции группировки «Русич», которая воюет на российской стороне в Украине, с которой, возможно, вам придется делить один хлеб. Другие фронтовые товарищи российской армии – бойцы частной военной компании «Вагнер», которой руководит Евгений Пригожин. Это его персональная армия со своей бронетехникой и артиллерией, а по некоторым данным у них есть даже авиация. При этом Пригожин не армейский генерал и даже не полицейский чин, а российский предприниматель. Согласно российским законам, вся ЧВК «Вагнер» – это незаконное вооруженное формирование. По закону в России никаких частных армий быть попросту не может. При этом Евгений Пригожин демонстративно приезжает в российскую колонию строгого режима и заявляет – он тут власть. Своей властью он может вывести любого заключенного из места отбытия наказания и дать ему армейское оружие. А после полугода боев отпустить его домой, независимо от того, сколько преступнику оставалось сидеть. На случай, если бывший заключенный, оказавшись на фронте, откажется воевать, то он попросту будет расстрелян. Кто дал Пригожину такое право? Сам Пригожин его и взял. Будьте готовы к тому, что ваша жизнь на поле боя будет напрямую зависеть от серийного убийцы или члена бандитской группировки. Пригожин прямым текстом хвастается – один из его бойцов в совокупности успел отсидеть уже аж 30 лет. Мы прекрасно знаем, что российская система исполнения наказаний не исправляет преступников, но ломает им психику. Поэтому многие из них после отсидки сразу же совершают новое преступление. Вы никогда не будете знать наверняка, что на уме у вашего вооруженного товарища из мест не столь отдаленных. Вероятно, ваш будущий товарищ научен жить по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Может быть, ему приглянулись ваши часы или берцы. Не забывайте, он лоялен не российской армии и военной присяге, а лично Пригожину. А кому лоялен Пригожин, не знает никто. У него собственная персонально ему преданная армия. Он же сам снимает про нее кино. Сам учреждает собственные награды. Тут я не буду даже сильно докапываться до того, что черный крест ЧВК «Вагнерс» слегка напоминает германский железный крест. Важно другое. Может быть, Евгений Пригожин действительно надежный друг Владимира Путина? А может быть, он сейчас тренирует свою армию в Украине, чтобы потом со своими головорезами побороться за власть внутри России? И тогда не сомневайтесь. Вам, как бойцу российской армии, вагнеровец без зазрения и совести выстрелит в спину. Возможно, вы хотите отправиться на войну, чтобы помочь бойцам народных милиций – ДНР и ЛНР. Российское телевидение представляет их зрителю эдакой народной армии, которая, дескать, в едином порыве борется за свою землю. Однако достаточно немного погрузиться в историю вопроса, чтобы убедиться – вооруженные силы ДНР и ЛНР – это не армия в привычном смысле этого слова. Под красивым названием «народная милиция» скрывается совокупность разнородных группировок, которые отнюдь не всегда дружны между собой. Геви, Моторола, Мозговой – никто из этих полевых командиров не погиб в бою против вооруженных сил Украины. Все стали жертвами междоусобных разборок. Мозговой так вообще был посмертно осужден судом ЛНР за расстрел семьи с 10-летним ребенком. А когда другой народный командир Донбасса Павел Дремов по прозвищу «Батя» раскритиковал за творящийся беспредел главу ЛНР Игоря Плотницкого, «Батю» попросту взорвали по дороге на собственную свадьбу. С главами народных республик тоже не все просто. Первого главу ЛНР рестовали и повесили в камере свои же сторонники. Вот так вот. Второй глава ЛНР предположительно был отравлен. Третьего, того самого Плотницкого, свергли собственные силовики. В Донецкой Народной Республике чехарды было немного поменьше, но зато ДНР прямо сейчас возглавляет бывший функционер финансовой пирамиды МММ Денис Пушилин. Союзник, надо полагать, надежный, как швейцарские часы. Возможно, среди ваших подписок в Телеграме есть канал одного из самых известных военных деятелей ДНР, Александра Ходоковского. Для сотен тысяч подписчиков он представляется мужественным защитником русского мира. А вот у родственников ополченцев, погибших в Донецком аэропорту 26 мая 2014 года, на этот счет совсем другое мнение. Под руководством Ходоковского в тот день одна группа ополченцев Донбасса расстреляла другую группу ополченцев Донбасса. Если вы хотите воевать на стороне двух сепаратистских квази-государств, живущих по обычаям Дикого Запада, то будьте готовы под перекрестным огнем чего-то не поделивших отрядов оказаться можете персонально вы. Не все те, кого вы считаете своими, будут считать таковыми вас. Несокрушимые кадыровцы – живой мем семимесячной спецоперации. Они мускулисты, словно античные статуи, и у каждого экипировки столько, что хватило бы на троих. Но успешу вас огорчить. Все подразделения кадыровцев, кроме 78-го полка, относятся к Росгвардии или МВД. Это внутренние войска. И сражаться против регулярной армии Украины они даже формально не обязаны. Поэтому силы Рамзана Кадырова стоят и будут стоять за спинами военнослужащих российской армии. За вашей спиной. Кадыровство их людей очень бережет. В Чечне мобилизация объявлена не была. А те кадыровцы, которые уже находятся в Украине, имеют задачу не воевать самим, а заставлять воевать солдат российской армии. Возможно, вы видели в фильмах о Великой Отечественной войне, как НКВДшники, предки современных росгвардейцев, расстреливают солдат Красной Армии, которые пытаются отступать. У меня есть хорошая новость и плохая. Хорошая новость в том, что в реальности, в истории Великой Отечественной войны, подобного не было. Это миф. Но плохая новость. Не факт, что росгвардейцы Кадырова настолько хорошо знают историю. Перейдем, наконец, к, собственно, российской армии, в которой вы собрались служить. Да, союзники у нее такие, что с подобными друзьями уже никаких врагов не надо. Но ведь армия есть армия. Это не чья-то частная компания и не ополчение под командованием какого-то местного малахольного атамана. Формально это так. Но даже при первом взгляде выглядит совсем иначе. В 21 веке российская армия покорила гиперзвук, но почему-то так и не научилась тепло одевать своих солдат. Мобилизованные даже внешне смотрятся не как регулярные вооруженные силы, а как потрепанные партизанские отряды в каких-то лохмотьях. И это еще не началась зима. Указ об объявлении мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Несмотря на заверение президента, что всех мобилизованных будут долго и тщательно готовить, первые слухи о гибели призванных по мобилизации пошли уже через несколько дней. Но не будем доверять слухам, доверим с официальным источником. ТАССу полномочен заявить, первая команда мобиков убыла в зону специальной военной операции уже 28 сентября. Между приказом Путина и отправкой на фронт ровно неделя. Я не сомневаюсь, что персонально вы способны сто раз отжаться и пробежать 3 километра за 10 минут. Мороз и сырость вам нипочем. Вы за свои деньги купили себе такое навороченное снаряжение, что каждый зэк из группы Вагнера будет прикидывать, за сколько его можно продать, сняв с вашего бездыханного трупа. Но, скорее всего, вы единственный такой Рэмбо. Вокруг вас окажутся люди в казенных лохмотьях и не в лучшей физической форме. Даже если они служили, большинство из сослуживцев держали автомат в руках лишь раз, на присяге. Очень повезет, если перед отправкой в бой им покажут, с какой стороны он вообще стреляет. Но, вероятно, не покажут и этого. Значит, я обращаюсь к командирам подразделений сегодня на местах. Вы сегодня через одного преступники, блядь. Вы преступники. Потому что в ваших частях сегодня, несмотря на ведущуюся войну, не идет боевая подготовка. Если товарищ подполковник, который меня смотрит, сейчас возбудился, я могу предоставить номера частей, где прямо сегодня, вместо того, чтобы осуществлять боевую подготовку людей, которые 100% отправятся на войну, люди занимаются непонятно, вообще ничем не занимаются. Даже если вы всем спецназом спецназер, один в поле не воин. Но друзей с числа запуганных мобиков положиться нельзя. Враги же будут окружать вас со всех сторон. Если не химарс в голову, то нож в спину. Путин как сказал? Призыва и запаса не будет. Слово верховного главнокомандующего не воробей. Значит, и вас на призывном пункте быть не должно. Не попадайте туда. До завтра. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Субтитры создавал DimaTorzok